всем всем здравствуйте рада вас всех приветствовать сегодня я с вами хочу поделиться алгоритмом снятия ограничений которым лично я пользуюсь ну либо перед началом нового дела либо чтобы снять ограничения которые мешают исполнению моего желания ведь если бы этих ограничений не было желание бы уже давно было исполнено и так сейчас мы с вами проверяем хорошо ли всем видно все да сейчас мы с вами каждый из вас должен определиться с темой я предлагаю положить вот так вот ладошки на лес вдох выдох расслабиться подумайте пожалуйста чего вы хотите не навязанные рекламы желания а то чего вы хотите именно вы так определяем системой а значит ну алгоритм у нас снятия ограничений а записываем тему сегодняшнюю какая она у вас я знаю что я хочу я знаю где я хочу как хочу и когда но например не ограничивайте вселенную я хочу выиграть в лотерею чтобы купить себе автомобиль не ограничивайте вселенную вариантами какими она может исполнить ваше желание итак мы написали тему сосредоточились и я засекаю таймер мы сделаем упражнение я прошу вас все что приходит в голову не думайте написать 20 и более слов за две минуты это слова могут быть как позитивные так и негативные просто пишите все все что придет в голову и так 123 время пошло поэтому то есть что Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Звонит таймер, заканчивайте слово, если вы его не дописали. Продолжение следует... 34 слова получилось у меня, сколько получилось у вас. На самом деле, когда у меня всегда получается 31-34 слова, когда слов больше 20, вы пишите, не думая, работает уже ваше подсознание. Теперь я прошу вас подумать об этом желании, прям вот сильно-сильно-сильно-сильно сосредоточиться и сделать выброс. Выброс мы делаем так вот глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, не забывайте. И вот что получилось... О, как у меня получилось! Вот он у нас случился, наш катарсис. Теперь я прошу вас выделить здесь какие-то фигуры произвольно, вот все, что вам хочется. Да, пусть у меня это будет какая-то такая фигура... Да, пусть у меня это будет какая-то такая фигура... Хочется мне вот эту вот еще выделить. Пожалуй, так. Теперь что мы делаем? Теперь мы с вами округляем все внутренние углы. С острыми углами, пока не торчащими наружу, пока потерпите. Я все-все-все расскажу. Делайте просто то, что делаю я. Не забывайте дышать. По линиям можно проходить много раз. На аэрографике чем больше линий, тем лучше результат. Не забывайте об этом. Смотрите, чтобы когда мы округляем углы, у вас не оставалось плохо заштрихованных уголков. Да, это очень важно. Округляем все, что можно округлить. Ну и теперь... Ну и теперь... Можно обвести ваш катарсис. Ваш выброс. Я работаю быстро. Я не умею долго, долго рассусульствовать. Идея в том, что мы сейчас должны взять и вот эти вот все торчащие углы должны провести до конца, чтобы растворить наши фигуры. На листе, чтобы мы их особо не видели. Можно добавлять еще линий. Вот так. обязательно все рисуем нейрографическими линиями все нужно с нейрографировать я думаю ли не достаточно теперь мы с вами округляем все что только можно сосредоточьтесь думайте о своем желании самое главное мне кажется отпустить ситуацию я действительно я уже много работ нарисовала на эту тему так что исполнение моего желания совсем не за горами нейрографика она не говорит о том что все нарисовали рисунок сидите ждите нет вам просто даются шансы даются возможности для реализации вашего желания вашего намерения и важно их не упустить поэтому не забывайте пожалуйста о том что нарисовал рисунок нейрографики сел сижу дома она не работает не работает так же как фэн-шо поставил формулу и все сижу жду пока на голову свалится но для того чтобы свалилась на голову с неба нужно хотя бы под открытое небо выйти тут то же самое но я думаю все вы это все понимаете а еще вот сейчас идет убывающая луна я очень рекомендую вам делать какие-нибудь практики для очищения для очищения своего тела своей души для очищения пространства потому что чтобы пришло что-то новое а точнее я бы сказала так если вы хотите чтобы пришло то что у вас то чего у вас нет для этого нужно освободить место а то куда идти место то нету еще от места освобождать нужно всегда и обязательные на самом деле это делаю не только на бывающую но мне неважно какая луна было бы что освободить вот потому что когда у нас есть дома завал и завал и дома завал и в телефоне может быть в голове не забывайте про свою голову пожалуйста никогда то это мешает свободной про свободному движению энергии что-то у меня маркер закончился с возьму другой вот это мешает свободному движению энергии откуда у вас возьмется что-то новое если вы не приготовили для этого места поэтому никогда не создавайте какие-то захламления знаете всегда старайтесь чтобы у вас все было в порядке когда желание будет сбываться легче то вроде как самое простое но самое действенное правило я очень его рекомендую если там не важно какая религия насыпьте соль в ванну то или в душевую кабину что у вас есть ли вы примите ванну с солью либо насыпьте просто на полу ванны да и постойте ножками пять минут представляя как все лишнее все не нужно уходит из вас через стопы тогда идей новые появятся и жизнь заиграет другими красками соль она пожалуйста самый наверное фантастический доступный метод для того чтобы избавиться от того что вам не нравится можно дом дома рассыпать соль по углам по сторонам света сутки пусть пролежит потом убрать можно просто постоять ножками как вам удобно можно просто когда делаете уборку дома в воду которой полы моете добавить соль тоже шикарно работает много и м м м м м м м м В любом случае, если вы чего-то хотите, нужно для этого чего-то освобождать место. Как будто приглашая в дом, вот смотри, я для тебя там местечко приготовила, прежде чем говорить, ой, я знаю, не работает или еще что-то, нужно проверить. Я всегда все проверяла, никогда ничего не рассказываю того, что не попробовала на себе. Сейчас я давай доведу линии, то у меня сегодня текст с маркерами. Фантастическое происходит. Не забывайте округлять, нужно тщательно. У вас никто не будет проверять, вам никто не поставит оценку, это все только ваша работа, это все только для вас, вы никому этого не будете показывать. Ну, если не захотите, можете там членам своей семьи показать, но это только для вас. Я вижу, что у меня новый канал, там на данный момент всего два видео, сегодня появится третий, я выложу это видео, когда мы его дорисуем. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие алгоритмы вам интересны, может быть, вам какие-то техники интересны, ритуалы, фэн-шуи, вас тут. Пожалуйста, я открыта к общению и с радостью с вами поделюсь. Просто мне всегда казалось, это может быть моя маленькая такая проблема, я над ней работаю. Если я что-то знаю, мне кажется, значит, это знают все, на самом деле это не так. Знаю я много, многие этого не знают, учусь я постоянно. И, соответственно, если что-то вам прямо интересно, напишите, пожалуйста, я с вами обязательно поделюсь. В отношении фэн-шуи я, например, считаю, неважно веришь в это или нет, все работает. Фэн-шуи – это наука о том, как жить в гармонии с собой, с окружающим миром. В отношении васту могу сказать так, когда мы делали ремонт, я фэн-шуи и васту всегда совмещаю. У нас уже это вторая квартира, где даже ремонт сделан по фэн-шуи и пасту. Вот. И, может быть, я так сильно в это верю, может быть, не знаю что, но я вам хочу сказать, что все работает. Вот. Это не принуждение. Ну-ка, побежали все изучать васту и фэн-шуи. Это просто поделилась информацией. Вот. Не забывайте, пожалуйста, округлять все тщательно, чтобы никаких зубцов у меня от маркера прошлого остались, у вас не оставалось. То есть, доведите линию. Продолжение следует... Продолжение следует... К исполнению ваших желаний... Конкретно того, которое вы сейчас прописали в своей теме... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так вот у нас все получилось... Я уже даже не помню, где здесь мои фигуры, которые я изначально выделила... Но вот вы знаете, я сейчас вот так смотрю на свою работу... И вот мне кажется, что вот это вот у меня можно дорисовать... Отчетливый хороший круг получается... Там, где есть круг, там всегда совершенство... Там всегда гармония, нет никаких проблем... А там, где у нас треугольник... Это энергия, да, острота углов... Там, где есть квадрат, это точно в стабильности... Поэтому, если видите какие-то фигуры... Не забывайте округлять... Сорвался, если у вас маркер, то вы доводите линию... И, пожалуй, вот тут вот... Я тоже вижу круг... Треугольник это конфликт, поэтому их нужно выделять осторожно... Я не думаю, что у вас сейчас побегут зайчики, белочки, еще кто-то... Не советую, чтобы они у вас бежали... Пожалуйста, не надо их рисовать... Не надо их выделять, да... Обращайте внимание на три фигуры... Если вы их видите, да, их... Более того, треугольник... Если вы его видите, вы знаете, что треугольник это через проблемки... Через конфликт, через какие-то сложности... Не проблемки, а сложности, да... Но если вам нужны сложности, то, пожалуйста... А если нет, лучше не рекомендую... Обязательно все округляем... Я вам так все время сразу алгоритм напрямую даю... В надежде, что вы уже знаете... Вот... Мы рисуем нейросеть... Мы работаем со своим подсознанием... Вот... Нейрографическая линия, которая не повторяется на одном и том же участке... Да, и... Она идет... Туда, где ее не ожидаешь увидеть... Вот... Есть... Если нужно специальное видео... Как рисовать нейрографическую линию... Вы, пожалуйста, напишите, я вам его сделаю... Все, пожалуй, как-то так... А теперь берем карандашики... У меня есть... Кучка моих любимых карандашей... И цвета, пожалуйста... Думайте о том, что... Что вам хочется, да... И когда мы снимаем ограничения... Мы проходим между линиями... Мы проходим между ними... Парисуем большие фигуры... Нельзя работать... Красками... Можно работать... Маркерами... Цветовый дилисов... Вот просто, как по мне, карандашиками получается красивее. Пожалуйста, пусть у вас не получается мозаика. Мозаика – это когда вот этот кусочек одним цветом, вот этот другим, вот этот третьим. Нет, так неправильно. Вы должны проходить светом линии, как бы смывать ограничения, стирать их. Вообще у меня почему-то рука всегда тянется к четырем цветам – желтый-голубой, зеленый-красный. Не знаю почему. Вы можете использовать совершенно любые цвета. Где-то можно надавить на карандашик посильнее. Где-то помягче, да, чтобы не такой яркий, насыщенный цвет получался. Все в ваших руках. Не обязательно за что не холубы закрашивать весь рисунок, да. Пожалуйста, помните об этом. Потому что белый – это тоже цвет. Проходите между линий. Как бы размывайте эту границу, снимайте ограничения. Вообще, как говорят, если ты хочешь получить то, что у тебя никогда не было, начни делать то, что ты никогда не делал. Можете смешивать цвета. Тут уже все, что вашей душе угодно. О, как у нас получается. Так, я, видимо, лампу задеваю, у меня экран дрожал, простите, пожалуйста. Пусть ваше подсознание решует. Не стремитесь выбрать сами и решить все сами. Сейчас мы с вами работаем с вашим подсознанием. Снимаем те или иные ограничения. Вот многие говорят, хочу миллион долларов в США. Ну, вы не представляете, что такое миллион долларов в США, да, люди, которые некоторые. Я не говорю, что все этого хотят. Вы не представляете, что вы с ним будете делать. Посмотрите, пожалуйста, ой, ой, очень показательно. Самые большие выигрыши в лотерею, да, и что люди делали с этими выигрышами. Когда они не ожидали такого количества денег, они его достаточно быстро и потеряли. Ведь нужно не только получить деньги, да, нужно уметь их приумножить и сохранить. Ну, в идеале, конечно, приумножить еще, но и сохранить. Поэтому будьте аккуратны со своими желаниями. И деньги, они приходят на что-то. Вы же не хотите просто спать в обнимку с деньгами, да, вы хотите что-то купить на эти деньги, что-то материальное. Поэтому я всегда рекомендую загадывать именно само желание, конечную цель. Какая разница, откуда придут на нее деньги? Главное, придут. Вы же этого хотите. Так и загадывайте сразу конечный результат. Это очень одно из важных правил загадывания желаний. Не ограничивайте вселенную. Слененький, иди ко мне. Да, очень люблю почему-то зеленый цвет. Слененький, иди ко мне. Я не молчу по жизни. Но здесь я сосредоточена именно на своем желании. И я разговариваю сама с собой, своей душей. Забываю просто поговорить в голос, да, чтобы вы меня услышали. У меня играет приятная музыка, которая вас расслабляет. Я полностью сосредоточена на том, что делаю. И делаю даже не я, не разум. У меня разум сейчас отдыхает. Что-то мою руку ведет под сознание. Да, пожалуй, как-то так. Что ж, дорогие, теперь мы проведем линии поля. Что такое линии поля? Линии поля – это главные линии, которые находятся на листе. Все они могут идти уже по существующим линиям, могут быть нарисованы заново. Если у вас где-то образовались пересечения новые, пожалуйста, сразу округляете все. Вам никто не поставит за это оценку, вас никто не осудит. А вы это делаете для себя. И чем лучше вы это сделаете для себя, тем лучше для вас, для вашего желания, для вашего сознания и подсознания. А вы тут видите, тут линии уже сами по себе толстенькие идут. Вот и линия, если я ее просто разочек провожу, она начинает теряться. Поэтому сделайте ее потолще. Дисунки свои всегда можно дорабатывать, если вы вдруг увидели, вам что-то не нравится. Но чаще всего на это никогда ни у кого нет времени. Поэтому лучше найти возможность и закончить его здесь и сейчас. Вроде больше новых пересечений нет. Я стараюсь, чтобы линии не пересекались. Прямо вот, знаете, крест-накрест. Мне кажется, это лучше не делать. Ну, вот в душе, мне так кажется. И да, я хочу еще все-таки зафиксировать фигуру. Хотя мы их поддерживаем обычно цветом. Да, мы их поддерживаем изначально. Ну, вот душа у меня просит. Это рисунок вашей души. То, что хотите сделать вы. Ваша маленькая копия, которую... Ваше маленькое сознание. Нет, не маленькое сознание, а большое. Ваше маленькое частичко вас, которое чаще всего молчит, и вы ее не слышите. Потому что чаще всего голос разума звучит значительно громче, нежели тихий шепот вашей души, ваша интуиция. Это может быть кто-то, кто как это называет. И вот этот крючок все-таки тоже выделю. Хочется мне зафиксировать мои детали. Быстро мы сегодня с вами нарисовали все. Ну вот, как-то так. Мне моя работа нравится. Я не художник. Может быть, кто-то среди вас есть художники, профессионалы. Я ходила в художественную школу, но я часть ненавидела рисовать. А на нейрографику подсаживаешься. Художник это кто? Вы должны все рисовать по правилам, как учитесь в художественной школе. Все как под копирку. А душа не этого хочет. Вы внутри вас. Если вам это близко, тогда это одно дело. Но нейрографика меня, конечно, очень сильно впечатлила. Вот, и на нее подсаживаешься, да. Поэтому, если она вас впечатлила так же, как меня, добро пожаловать. Вот, я стараюсь достаточно часто снимать видео. Вот, как начинающий блогер. Она правда меня впечатлила. И я действительно всем сердцем знаю, верю. Я уже вижу, что есть какие-то подвижки в отношении моего желания. Ну что ж, я вас благодарю. Спасибо вам за просмотр. Хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok